То, что в Украине сейчас самые низкие пенсии в Европе, знают все у нас. Это меньше 50 евро. В то время как в странах Евросоюза выплаты в среднем около тысячи. И для пенсионеров заслуженный отдых это действительно отдых, а не суровая школа выживания, как у нас. Европейские старики путешествуют и занимаются любимыми хобби. А вот за счет чего? Как государство гарантирует вот эту безбедную старость своим гражданам? Наша Елена Абрамович узнала все о пенсионной системе Бельгии. Кстати, страны непростой в политическом смысле. Бельгийцы иногда даже больше года действующее правительство сформировать не могут. Но тем не менее, достойную жизнь своим гражданам они обеспечивают. Итак, как живут бельгийские пенсионеры? Посмотрите в ее материале. Эрик родом из Закарпатья. До пенсии ему еще далеко, но уже решил. Получать ее будет в Евросоюзе. В Украине мы отримываем на самом деле маленькую сумму. А тут эта сумма хотя бы забезпечивает вам жизнь на протяжении месяца. Он работает на американскую компанию в Бельгии, бухгалтером. На пенсию у него идет три вида отчислений. Первый – обязательный. Это стягнение с месячной заработной платы до пенсионного фонда, так как у нас и в Украине есть. В Бельгии это становится около 13%. Второй обеспечивает компания в качестве поощрения для работников. У нас есть щоречные сборы. Приходит эксперт с пенсионной компании и объясняет, в принципе, какие есть преимущества. Плюс, посоветовавшись с коллегами, Эрик решил воспользоваться третьим видом пенсионных накоплений – персональным. Предлагают его частные пенсионные фонды и страховые компании. В моем случае это 3,5% от моей заработной платы стягивается ежемесячно. Но 30% от этой общей суммы меня отчискивает государство, когда они возвращают податки. Возврат налогов – это поощрение от государства за то, что граждане заботятся о своей старости. Ведь персональные пенсии – программа добровольная. Для частных предпринимателей возвращенная сумма доходит до 70%, рассказывает бельгиец Люк. Ситуация была нестабильной, поэтому мы усердно работали. И таким образом обеспечивали себе буфер для непредвиденных обстоятельств. Приблизительно процентов 30 выручки мы вкладывали в пенсионный фонд. Накопленную сумму Люк получит через пару лет. А сейчас живет на пенсию от международной компании, в которой работал позже. И она гораздо выше, чем была бы государственная. Бельгийское правительство заключило соглашение с этой международной компанией. Наш национальный стаж с других мест работы приплюсовали к годам в этой международной организации. И она стала ответственной за пенсию, а государство освободило себя от этой обязанности. Теперь на пенсии три месяца в году Люк путешествует по Европе. Пешком, с палаткой и, как правило, один. Другое хобби Люка – волонтерство. Он работает на складе гуманитарной помощи для Украины. Несколько раз в неделю тут собираются пенсионеры. Для них это тоже досуг. Руководит всем 80-летняя Лилиан. У нее множество проектов, связанных с Украиной. Для пожилых людей, у которых маленькая пенсия или они не получают ее вообще, мы организовываем, например, гуманитарную кухню в Червонограде. Сама Лилиан живет на небольшую, по ее словам, пенсию. Ведь она не всегда работала на полную ставку. Размер выплат в Бельгии зависит от стажа и зарплаты за последние пять лет. Минимальный – на уровне прожиточного минимума. Это около 800 евро. Я работала в университете, но слишком много времени посвящала помощи нуждающимся. Организовывала множество встреч, мероприятий, поэтому не закончила докторскую. А вот как раз научная степень дает пенсию на уровне госслужащих, говорит профессор экономики Филипп Девиль. А это в разы выше обычной. Профессор в университете получает, я думаю, примерно такую же пенсию, как судья в высшем суде. Когда я вышел на пенсию 12 лет назад, я получал 3100 евро. Размер выплат обычно составляет 60% от зарплаты, пропорционально стажу. Чтобы получать полную пенсию, нужно достичь 65 лет или иметь 42 года стажа. А вся система держится на высоких налогах. Вы не поверите, но разница между зарплатой и тем, что вы получаете на руки, почти 100%. Отчисления в пенсионный фонд поступают как от работников, так и от работодателей, плюс подоходный налог. Это 7,5% от работника и 8,5% от работодателя. Бывает больше, но этого недостаточно, и в результате приходится погашать разницу из госказны. Балансировать помогают также пенсионные бонусы от работодателей и персональная накопительная программа. И частные структуры очень надежны. Представить, чтобы сбережения пропали, невозможно, утверждают бельгийские чиновники. Для защиты есть множество инструментов. Это директивы на уровне ЕС, которые учтены в бельгийском регулировании. Их задача контролировать, чтобы пенсионный фонд или страховое агентство были устойчивыми перед кризисом. Кроме того, есть финансовые органы, которые проверяют, насколько честный продукт предлагают компании. Но несмотря на высокий уровень защиты, накопительная пенсия не самая популярная в ЕС. Пользуется ею только треть граждан Евросоюза. Чтобы повысить этот показатель, в Еврокомиссии придумали общеевропейскую накопительную пенсию. С едиными и простыми правилами для всех стран. Именно она должна стать подстраховкой для социальной системы Европы. Ведь если сейчас на каждого пенсионера в ЕС приходится 4 трудоспособных человека, то до 2060 года будет всего 2. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности недели Европейское бюро телеканала Интер. Продолжение следует... Продолжение следует...